МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить коротко о главном. Сегодня в предпоследний день уходящего 2013 года. Волгоград становится Сталинградом. Мнение рязанцев о борьбе с терроризмом в России. Прощайте, отец Павел. Рязанские прихожане проводили бывшего митрополита в Беларусь на пост экзарха. Не гоняйте в Новый год. Только за одну прошлую пятницу рязанские дорожные полицейские задержали больше 200 пьяных водителей. А теперь обо всем подробнее. Волгоград вновь стал трагическим центром России. Люди гибнут от взрывов, не дожив до Нового года, не подарив подарков родным, не сказав им главных искренних трогательных слов, которые всегда говорят в перемену года, не обняв детей, а кто-то уже не поздравит в костюме Деда Мороза своего ребенка, ушедшего из жизни. Терроризм, каков бы он ни был, по своему кровавому содержанию всегда просто убийство. Причем в самом диком его проявлении – бессмысленное убийство мирных людей. Взрывают в людных местах заряды религиозной фанатики. Расстреливают людей с крыш тех, кто недоволен властью. Бьют по прохожим из ружья уголовники, требуют денег, наркоты, еды, водки, вертолетов, чтобы скрыться. Это все терроризм, который имеет разные юридические классификации, но единую кровавую суть. Вот что думают рязанцы по поводу того, насколько эффективна у нас в стране идет борьба с этим воплощением зла. Как вы считаете, вот меры, которые власть предпринимает в борьбе с терроризмом, они эффективны? Нет, не эффективны. Надо раньше думать об этом. А что надо сделать для того, чтобы были эффективными? Почаще смотреть за порядками. Надо такого, как Лукашенко. Взрыв произошел, расстрелять к черту матери, а у нас нянчаются с ними. Но если такое происходит, то, наверное, не всегда эффективно, наверное, мне кажется. Поэтому надо ужесточить, наверное, контроль за этим. Все такое, людей жалко и все. Надо народ привлекать, местное население, чтобы оно, так сказать, всем делом занималось. Если оно будет заинтересовано, будет порядок. А одно правительство не справится с этим. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев провел совещание по поводу событий в Волгограде и взаимодействию соответствующих структур гражданских властей по предупреждению терактов. Вы знаете, что там произошел теракт вчера в районе железнодорожного вокзала, Волгоград-1. И сегодня утром теракт в троллейбусе. Поэтому нам надо будет судить меры усиления, которые мы должны предпринять, в том числе и наши гражданские ведомства, и ведомства подразделения правительства Российской Федерации, в том числе и силовики. Надо подумать над привлечением дополнительных ресурсов с точки зрения визуального контроля на транспорте. Также стало известно, что во время взрыва Волгоградского вокзала погиб выпускник Рязанской радиоакадемии Иван Щелкунов. Трагедия, которая произошла в Волгограде, затронула сердце каждого человека. Это страшно, когда в мирное время гибнут люди. 15 жизней унес взрыв в троллейбуса. 18 человек, и это, возможно, не окончательная цифра, погибло в результате теракта на вокзале. На сегодняшний день нам известно, что во время взрыва на входе вокзала погиб молодой человек, окончивший год назад Рязанский государственный радиотехнический университет. 23-летний Иван Щелкунов прибыл в Волгоград, чтобы оттуда вместе со своей сестрой отправиться домой, в Астраханскую область. За несколько минут до взрыва он позвонил сестре и сказал, что зайдет в здание вокзала. Замерз, хотел погреться. К другим темам. В воскресенье в Рязанском Кремле в Христорождественском кафедральном соборе состоялась божественная литургия. Ее совершили митрополит Минский Ислуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси Павел, бывший наш рязанский предстоятель, и новый владыка, митрополит рязанский Михайловский Вениамин. Также участвовали в богослужении епископы из районов нашей области. Митрополит Павел, участвуя в литургии, по сути, прощался с рязанцами. В минувшую среду он был официально назначен патриаршем экзархом Беларуси. Отец Павел в ходе службы обратился к прихожанам. Он поблагодарил как рязанское духовенство, так и мирян за совместные труды, доверие и любовь на протяжении десяти с половиной лет его управления епархией. Он сказал, что рязанская земля и рязанцы оставили большой след в его сердце. Всех у вас, дорогие братья и сестры, я прошу прощения. Простите меня. И, конечно, хочется пожелать, чтобы Господь своей благодатью простил и помиловал всех нас и всех вас. И сегодня еще и еще раз хочется пожелать искренней помощи Божией Владыке Вениамину, Владыке Диамисию, Владыке Владимиру, нашим пастырям, которые сегодня пришли в этот соборный храм, с которыми мне приходилось в течение этих десяти с половиной лет слушать, молиться, молиться. Поэтому и у вас, отцы, я прошу прощения. А всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы вы всегда были такими, какими вы были эти последние десять с половиной лет, которые я вас знал. Чтобы вы всегда, видя друг друга, радовались этой встрече. Потому что в каждом человеке есть образ Божий. Новый митрополит Рязанский Михайловский Вениамин в ответном слове поблагодарил отца Павла, своего предшественника, и подарил ему памятную панагею с изображением казанского образа при Святой Богородице. Есть в Рязани Дед Мороз со Снегурочкой, которые, останавливаясь перед дверью очередной квартиры, больше всего остерегаются на вопрос, кто там, громко и четко заявить, «Откройте полиция». Рязанские правоохранители снарядили сказочного дедушку и его снежную внучку для поздравления детей, сотрудников, которые сейчас несут службу в горячих регионах. Дело есть дело, и поздравить родных и близких некоторые наши полицейские смогут лишь телефонным звонком издалека. Тут и Дед Мороз в помощь, рассказывает Глеб Галошкин. Накануне новогодних праздников Дед Мороз со Снегурочкой приходят в гости к семьям сотрудников полиции, находящимся сейчас в длительной служебной командировке. Приходят главные новогодние персонажи по просьбам ребят и, конечно, не с пустыми руками. Дети, как положено, в ответ готовят песенки и стихотворения. Я письмо пизду, грузовик с прицепом, нужен малый суд, черненькие сыны, и прицепа три, длинную машину ты мне подари. Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой будет ходить в гости к детям полицейских, исполняющим долг в других регионах, вплоть до Рождества. Поздравляем всех жителей города Рязани и области с наступающими праздниками, с Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаем всего самого хорошего, наилучшего, всех-всех житейских благ. И еще один материал от рязанских дорожных инспекторов тоже имеет отношение к праздникам. Каждый уикенд они, что называется, собирают целый урожай пьяных водителей. Да и дети прибавляют немало хлопот на дорогах. В конце прошлой недели в центре Рязани на улице Держинского произошло ДТП. Мужчина, управляющий автомобилем «Жигули», сбил двух подростков. По словам водителя, виновника происшествия, он остановился у пешеходного перехода пропустить двух школьников. Но ребята, дойдя до середины дороги, решили вернуться обратно. Водитель их не заметил и продолжил движение. В результате происшествия ученики седьмого класса, школа номер 16, города Рязани, получили ушибы. После оказания медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия школьники были отпущены домой. Это уже третий с начала декабря наезд на несовершеннолетних на нерегулируемых пешеходных переходах. Всего в 2013 году совершено уже 31 такое ДТП. При этом значительное количество происшествий происходит в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Детей я пропустил, думал, они прошли. Я тронулся и смотрю, такой удар, они, оказывается, вернулись назад. То есть они обратно получились? Да, да, да. А вы не заметили? Да, я их не заметил, как смотрел я вправо. Вот так кому-то праздники гулять, а кому-то и побегать придется. В любом случае, ребята живы. Отделались парой ушибов и испугом. Ведь «Жигуль» при всем его желании просто физически не успел бы разогнаться до достаточно высокой скорости. Кстати, как стало известно из официальных источников, только за одну пятницу, 27 декабря, во время рейда по выявлению нетрезвых водителей, было задержано 213 человек. Господа, это предельно глупо и безответственно. А ведь скоро Новый год. Что ж теперь, каждый второй будет кататься пьяным в праздничную ночь? Не надо так. На сегодня все. Встретимся вновь завтра, но только на канале «Городской», где выйдет в эфир итоговая годовая программа «Время говорить». Ну а кто и не сможет ее посмотреть, тех с наступающим. Счастья вам, здоровья и никаких недобрых известий в году 2014. Увидимся в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова